Добро и зло всегда живут в одном сердце, как и решение бойца. Когда же устраивать настоящую рубку? По гонгу о начале боя или после гонга об его окончании? Привет, парящие тюлени! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самые жестокие замесы уже после боя. Мудрый не тот, кто много размышляет о великом, а тот, кто мало думает о мелочах. А великий боец тот, кто на мелочных вообще не обращает внимания. 29 марта 2015 года на ProFC 57 в главном бою вечера Михаил Колобегов встретился с Шамилем Абдулхаликовым. Это была их уже вторая встреча. Первую в 2013 выиграл Шамиль. В целом по ходу боя доминировал Шамиль и с этим были согласны зрители и команда Абдулхаликова. Но после истечения трех раундов судьи назначили экстра раунд, с чем были очень не согласны в углу Шамиля. Даже Муравьёра с жизни удается укусить тигра за лапу. А по ходу четвертого раунда Колобегову удается четко пробить колено в прыжке и отправить Шамиля в нокаут. Такой поворот просто взорвал толпу и команду Абдулхаликова, члены которой запрыгнули в клетку и начали нести возмездие, избивая Колобегова и его команду. Но со временем организация поняла свою ошибку или ее заставили осознать всю печальность своих действий и бой был объявлен как несостоявшийся. Когда хочешь все и сразу, получаешь ничего и постепенно. Так же бывает и с треш-токерами в единоборствах. 6 октября 2018 года на UFC 229 произошло очень долгожданное событие. В клетке наконец-то сошлись Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Но это грандиозное событие больше всего запомнилось не победой Хабиба, а тем, что произошло после боя. Нурмагомедов после победы начал объяснять тренеру Макгрегора, что не стоит говорить перед боем всякую дичь. А когда понял, что тот уже староват, и, наверное, не слышит, вылез из клетки и объяснил так, как всегда это делает дядя Боря в своем кабаке, когда просят налить в долг, ногой в голову. Команда Хабиба, увидев, что в такую толпу им дорога закрыта, решила не отставать и найти другой способ помахаться. Поэтому они залезли в клетку и начали месить самого Макгрегора. Восторженные зрители, которые получили два шоу за одни и те же деньги, наблюдали великую картину Ини-Яни. Хабиб лупашит команду Макгрегора, а команда Хабиба месит самого Макгрегора. Кроме того, фаны еще и успели подраться между собой. А вся эта беда произошла всего лишь из-за длинного и грязного языка и нападения Макгрегора на автобус, в котором был Хабиб. Голодному художнику приятнее для глаз пельмени, чем цветы. А разъяренному бойцу после боя лучше еще кого-то побить, чем говорить. 26 февраля 2006 года на Pride 31 Колман, который считался андердогом, встретился с Маурисио Руа. Но, несмотря на свой статус, уже на первой минуте боя провел удачный перевод. Да такой удачный, что Руа сломал локоть при падении. Но такая победа очень не понравилась всей команде Маурисио, и они решили выиграть по-своему, набросившись на Колмана толпой. А еще одним интересным моментом было то, что в этой же потасовке оказался Вандерлей Сильва, который при замесе оказался на конвасе, и потом говорил, что Колман его пару раз ударил ногой в голову. Через три года между Колманом и Маурисио состоялся реванш, в котором Руа отомстил за поражение и избитую команду, одержав победу техническим нокаутом. Карась, плывущий против течения, может стать тигром, а боец, поднявшийся с низов, джентльменом не станет. 17 апреля 2010 года в Нэшвилле прошел турнир Strikeforce, в главном бою которого Джейк Шилдс одержал победу над Хендерсоном. Но самое интересное началось после боя. Когда Шилдс с микрофоном решил сказать пару слов, в клетку забежал Джейсон Миллер по прозвищу Беспредел и спросил у Шилдса, где мой реванш. На что получил толчок, после чего команда Шилдса в лице Мелэндеса и братьев Диас устроили мужику настоящий гоп-стоп, повалив на канвас и дружно отбивая почки ногами. Комментаторы были в шоке. Они кричали, что их показывают по национальному телевидению и это нужно срочно прекратить. Охрана пыталась всех растянуть и успокоить. В общем, после этого замеса CBS разорвало контракт со Strikeforce'ом, а все участники кабачной драки были оштрафованы. Ничто так не ранит человека, как осколки собственного безрассудства, особенно бойцов, которые не могут обуздать свой дикий нрав. Несмотря на то, что видео про ММА, я просто должен вам показать самый скандальный замес в любительском боксе за всю его историю. В октябре 2014 года Загреб принимал молодежный чемпионат Европы по боксу. 18-летний местный боксер Видо Лончар в красной форме дрался против литовца, имя которого я скажу один раз, чтобы не ломать себе больше язык. Альгирда Саабаниулиса. По ходу поединка Хорват много пропускал и литовец был явно лучше, поэтому польский судья Мацей Дзюрго отсчитал пару нокдаунов, с которыми Хорват был явно не согласен. А в третьем раунде принял решение остановить избиение, ведь это молодежный любительский бокс, и объявить победу литовца техническим нокаутом. Поначалу казалось, что Видо, несмотря на то, что был и не согласен, спокойно принял результат и смирился. Но когда змея затихает, она готовит атаку. Когда рефери объявил победителя, Хорват начал его избивать прямо посреди ринга в лучших традициях дворовой шпаны, добивая лежащего на полу дедушку жесткими ударами. Победоносный литовец, как настоящий храбрый боксер, сразу развернулся и дал деру с ринга, наверняка испугавшись, что Хорват после рефа перейдет на него, хотя вроде бы и он был в бою сильнее. В общем, обезбашенного пацана с ринга стянули и пожизненно дисквалифицировали с любительского бокса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А в комментах напишите, какие замесы у вас были уже после боя в Чебуречной. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пикап! Все, спокойно. Защита! Нога же держит, раз-два! Переваривайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот, и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходя из этого образа, представляем, что мы медведи.